В ходе коллегии Управления Федеральной Налоговой Службы Юлия Орловцева отметила, что за 4 месяца 2019 года в консолидированный бюджет страны с территории Рязанской области поступило примерно 44 миллиарда рублей. В областной бюджет поступления составили 11 миллиардов 342 миллиона рублей, что на 16,5% больше поступлений прошлого года. Поступления в местные бюджеты составили 2 миллиарда 848 миллионов рублей, что на 3,9% больше поступлений прошлого года. На коллегии отметили, что основную долю в формировании дохода консолидированного бюджета Рязанской области занимает налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организации, налог на имущество организации. Налог на доходы физических лиц поступило 5 миллиардов 832 миллиона рублей, рост на 6,6% к аналогичному периоду прошлого года. Налог на добавленную стоимость поступило 5 миллиардов 572 миллиона рублей с ростом на 8,5%. По налогу на прибыль организации в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 4 миллиарда 18 миллионов рублей, рост на 24,2%. По имущественным налогам поступления за 4 месяца 2019 года возросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост поступлений по имущественным налогам физических лиц обусловлен взысканием и оплатой задолженности, в том числе по сроку уплаты 3 декабря 2018 года. По имущественным налогам поступило 2 миллиарда 759 миллионов рублей, рост на 20,4%. Налогов со специальными налоговыми режимами поступило 1 миллиард 503 миллиона рублей с ростом на 15,8%. На коллегии было отмечено, что реформа контрольно-кассовой техники – неотъемлемая часть стратегии Федеральной налоговой службы России по автоматизированному администрированию, которая создает максимально удобную для граждан и бизнеса среду общения с налоговыми органами. В настоящее время больше 11 тысяч налогоплательщиков применяют онлайн-кассы. Подводя итоги работы, коллегия Вячеслав Морозов напомнил о работах по досудебному урегулированию. Сейчас на данном этапе мы стараемся до судов ничего не давать. У нас количество судебных дел уже начинает снижаться. И количество проверок, то, что в докладе было сказано, даже в первом квартале, на минус 10 проверок уже у нас идет сокращение. Основными задачами, стоящими перед налоговыми органами в 2019 году, остаются обеспечение стабильности уровня налоговых поступлений в федеральные, областные и местные бюджеты, а также повышение эффективности и качества налогового администрирования. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».